Фристайл на песню, как обычно, идёт в Кипре Океана. Просто буду петь, пытаться, точнее, не петь, кой петь-то. Фристайлить, ну, говорить о чём-нибудь банальном, абсолютно банальном. Пытаюсь, самое правдивое и самое банальное. Я поднимаюсь в своей одиночной камере, за окном утро, голубое небо. Или свинцовое, обычно, оно бывает в Сибири. Засыпаю я так же, и так проходит моя жизнь. Я всего лишь очередной копошащийся муравей, или червь, или сорняк. Торняк, в этом мире всё, я всего лишь мёртвый, осмотри меня. Я принимаю дешёвый феназепам по рецепту врача и немецкий ксанокс. Всё это дерьмо под двум печатем. Каждый день, почти каждый день. Иногда делаю перерыв на день. Ни одна россиянка не считает меня вообще за человеком. Сидит россиянка, короче, и она не считает меня сексуальным. Я не пытаюсь её, я ничего не так сказать, мне пофиг вообще. Пусть идёт к своим проверенным алкашам, или наркоманам, или ещё каким-нибудь крутым ментам, или настоящим мужикам, с сишкой во рту. То есть я сейчас начал негативную лексику. Извиняюсь, не будем впадать в негатив. Просто я иду сейчас здесь, мне так грустно, как я никогда не был в Венеции. Просто похорони меня, скорми сколопендером. Кровь мою выпей, она чистая пока что. Я иду мимо элитной школы, где, словно зомби-апокалипсис, всё разбросано. Чё я сделал? Съел доширак, сожрал. Потом я принял феназепам, 2,5 миллиграмма, по рецепту к врачам. Потом я принял ещё 1 миллиграмм ксанокса, немецкого, по назначению врача, и по двум печатям на учёте. Не подобраться вам ко мне, всё честно, чисто. Принимаю только для себя, потому что мне хреново в этом мире. Одиночная камера, свет постепенно вырубается. Он не быстро вырубается, а постепенно. Голубое небо становится всё темнее, вокруг тьма. Сегодня весь день я пролежал, потому что мне было холодно. На улице было тепло, бегали ребята, мне было одиноко. Без тебя. Давай второй купля, сейчас начнётся. Не, мне нужно включить другую. Что у меня не получается, как лил Кеноги. Эрли Сансенс Оверман Ревилл. Ну я как бы аутист, я слушаю одно и то же зацикленное. Как Кинг Кинкл. Слушал Ромео и Джульетту. Кинг 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 Кингл слушает Ромео и Джульетту. Всю ночь зациклена. со школы его исключают за неуспехи но всех и изглок и полуавтоматический карабин чтоб не расстраивать своих родителей он решил отправить их на небо а сам чтобы его убил полицейский но план не сработал полицейский забрызгал его баллончиком когда тот пришел он попросить скин кингл скрикнул убей меня пожалуйста а тот не забрызгал баллончиком какой жестокий полицейский заставил человека заставил точнее человека а убийцу 40 лет с конца своих дней сидеть в этой единочной камере но я тоже сижу в одиночной камере копошатся прохожие зачем-то гуляют с включается свет из окна и выключается ночью зимой вообще не большую часть года тут темнее чем в твоей камере но хоть кто-нибудь заметил но хоть кто-нибудь запросил внимание что ядерные отходы свозят в нашу камеру их везут вагонами целыми цисцернами их везут сотнями вагонами сюда и всем на это по боку все почитают все почитают эту крету тумберг она на педестале всего мира она получает с фондов доходы я рисую 17 лет для своего города мелками на серых плитках и стенах мелками не получил ни копейки я вандалом считаюсь она святая богиня которая борется за окружающую среду у нее дофига денег и всех благ а у меня нихрена нет как и у странных численности земли третьего мира мы просто никому не нужны нам свозят сюда ядерные отходы ходят люди не просто идут как сонги как в фильме этом шоу трумана черт возьми я иду домой вокруг темно шоу трумана но продолжается только вот за мной никто не смотрит всем плевать на меня всем плевать на тебя и на всех нас мне не хватает тебя мне так не хватает тебя не хватает тебя мне не хватает тебя если ты знала как это не хватает тебе но я пытаюсь жить дальше своей одиночной камере прогулка сейчас небольшая прогулка чтобы я не сдох быстрее чем отбывая свой бесконечно пожизненный срок прогулка нужна для сердца но не для жизни без тебя меня нет жизни хоть кто-нибудь заметил труп художника выброшенный с крыши девятого этажа что грустно грустные какие-то мотивы вас счастливы очень попробую спеть братишка ты пока засыпай я попробую с печенью силы ядерными отходами обогатили наши земли столько добра навезли к нам еще везут целыми погонами многотонными мы сделаем из этого целые золотые слитки тепло на энергию дома мы все это переработаем потому что мы сверхдержава и у нас научные умы самое лучшее с никакая европа не может избавиться от своих ядерных отходов они настолько тупые как говорил с михаил задорнов ну тупые поэтому они свозят все отходы к нам в россию ко мне вы лично в город в сибирь в сибирь и мы должны жить в этом холоде еще с отходами ядерными нам сказали по телевизору еще на некоторых youtube каналов промыли мозги моему отцу что ядерные отходы это хорошо и прекрасно что рабство это свобода а война это мир просто мы ходим каждый молодой человек пьет и курит каждая девушка молодая курит и пьет разбитые стены это просто красивые инсталляции приезжай ко мне будем целоваться засос на фоне этих стен где нет моих пейзажей и все правильно они сделали мы пейзажи это вандализм портят общий вид в красивых стен похожих на постапа как полипсис но это же тоже своя эстетика я просто иду приняв по рецепту врача один феназепан стрёмный 2,5 миллиграмма откуда они его соскребли с какого противня я не знаю с каких запасов они десятилетний столетней давности взяли и еще взял дополнил на всякий случай ксанах сам немецкого производства но настойный все по рецепту по двум печатям на учете за все уплоченные мои ну точнее деньги там не только мои но жаль что закончились нейролептики жаль что закончились антидепрессанты но это наоборот хорошо все мне говорят нужно держать себя в руках нужно быть мужиком нужно быть мужиком просто попытайся держать себя в руках не принимая нейролептики назначенные врачом не принимая антидепрессанты просто возьми себя в руки просто возьми м16 полуавтоматический карабин забери я забираюсь я на крышу тебе никого не призываю тебя не советую мне нельзя 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 я я просто прыгаю с девятиэтажки еще стреляю себе в рот и в сердце и в живот из всех оружий которые у меня есть и ножом себя тыкаю никого не призываю чтоб точно подохнуть я никого не призываю я хочу подохнуть я никого не призываю последние секунды перед приземлением на твердый серый асфальт на котором когда-то я рисовал бесплатно с семнадцати лет мелками сделал многих людей из отморозков добрыми людьми они сказали что никогда такого не видели что родители их такое не учили и что они пойдут в художку и станут великими художниками просто увидев как я молча рисовал на краю города вот более позитивные получилось фристайл под early senses over manrail все хорошо вот и там очень там там вот 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 как